Так вот, начальный уровень на первом курсе не сильно определил, кто в итоге пошел заниматься физикой как наукой, кто достиг из данных. Уровень каких-то достижений последующих, да, я опять же могу, посмотрев на прошедшие годы, посмотреть кто куда попал. Вот. Зато очень много определял уровень, определил устремленность у человека и умение работать. Самый просто поразительный случай был с одной девочкой, ее звали Марьяна. Она решила пойти на християх, вообще заняться физикой в одиннадцатом классе. До этого она занималась языками и биологией. Ну, представляете себе, да, но у нее, что называется, немножко в генах было, и самое главное, было трудолюбиво. Она за остаток одиннадцатого класса дотянулась, чтобы как-то поступить, какие-то баллы набрать, тогда собеседование реально определяло, ее с каким-то невероятно низким баллом взяли на хоп. Вот. После второго курса эта девочка уехала в Америку, поступив куда-то в магистрат. Досрочно как-то там успел все пройти. Вот. Я помню, когда на первом курсе я учился, я ей помогал в решательном формате. Это был уровень вообще крайне никакой. Вот это вот стремление, вот как говорили соседки, утром, вечером они засыпали, Марьяна еще ботала. Утром они просыпались, и она уже ботала. Никаких, вот она не позволяла себе каких-то интересов, развлечений, то есть она действительно пришла целенаправленно учиться. Вот это был действительно потрясающий случай, когда я увидел, что вообще не талант, а реально вот желание человека работать. Вкалывать и добиваться своего. Вот. И это только один случай. Поэтому сейчас мы увидели, что есть среди вас несколько человек, которые владеют какими-то языками программирования, знают какие-то слова, бросаются там. Руби, Сишар, кто-то там. Ребята, вы ничего не знаете. Вы находитесь, вот где-то вот, я вам примерно напишу, да? Вот ноль. И вот тут вот где-то вот ваш уровень. У кого-то это реально ноль. У кого-то там плюс один, да? Для того, чтобы работать программистом, в губу, например, в окно, вот такой уровень. Понимаете? Поэтому мы не делаем распределение, не пытаемся. Все равно все это дело каникулит. Вот те, кто бросают понты тем, что они сейчас что-то имеют, у них отнимется и то, что они думают иметь. Поэтому, поверьте, трудолюбие все решает. Поэтому в тех же группах... Да, еще один момент. Прекрасная есть возможность роста. Прекрасная есть возможность роста, развития и самообразования. Знаете, какая? Учить других. Учить других. Когда ты учишь других, ты реально учишься сам. Да, можно индивидуально заниматься, там, по книгам, как бы, да? Книга – это удаленный наставок, можно сказать, да? Человек уже умерший, он продолжает тебе доносить. Много хороших книг. Но до многих вещей доходишь, когда сам это объясняешь. Как в одном анекдоте, да? Уже сам понял, а они не противают. Поэтому организуйтесь и учите друг друга. Есть такая методика, когда люди не списывают друг у друга бездомно, а ты приходишь и спрашиваешь, а как ты решил это сделать? Ты мне не ответ, не готова решить, что копипаст к сердцу, да? Ты мне там объясни. Или наоборот, когда ты зашарил какую-то штуку и горишь поделиться этим с соседями, там, и с нуждающимися в этом, понимаете? Вот, и вот это дело реально закрепляет знание. Так что помогайте друг другу по-хорошему. Не помогайте друг другу по-плохому. Не оставляйте друг друга в беде. Для фистихии очень легко дойти до шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, банально просто нос повесить и уйти вообще в никуда. Пойти блуждать ваших. Так что помогайте друг другу. Помогайте друг другу учиться, заниматься и настраивайте друг друга на работу. Поверьте, вы не пожалеете в мире столько интересного, кроме всяких сайтиков, соцсетей и всего прочего. Значимость создается реальными плодами своего труда. Так что работайте. Итак, сегодня мы с вами увидели язык Python. Символ понравился вам? Он будет нашим символом на этот год, по крайней мере. Python K. Значит, преимущество и недостатки языка Python. Язык Python является интерпретируемым. Это, видимо, плюс. Кто есть Python? Сейчас вы будете в эксперимент. Вы первый факультет, который обычную информатику проходит на Python. Поэтому у вас будут про что там, а что там Python, что там Python. Вот вы должны уметь дать отчет в своем исповеднике. Я вас посвящаю эту философию. И вот вы должны дать отчет. Почему Python? Первое. Он современный язык. Когда один из защитников языка программирования D, говорил, вот у меня спрашивают, зачем нужен D, сколько языков есть практически на все буквы анфаитов. Зачем нужен YD? Вот он говорит, что это современный язык. И привел такую фотографию из Первой мировой войны, как солдаты толкают мортиру на колесах. Ну, пушка. По грязи. Что они там вот? Толкают ее прям вот по грязи. Вы представляете себе, колеса вязнут, да? Вот это вот. Вот язык C, да и язык C++, несмотря на всю свою прекрасность и скорость, тем не менее, являются... Я даже дерзнул сказать даже про самый современный стандарт C++, хотя аккуратно. Аккуратно. Про современный стандарт C++, развивающийся, не совсем можно говорить. Но, тем не менее, это языки несовременные. C чистый. Это прям совсем несовременный язык. И там действительно бывают ситуации, когда у вас реально возникает ощущение, что вы тащите тачку, ну или мортиру по грязи. Просто вот всей командой, напрягаясь, тащите. А в питоне есть много, просто прожито, проработано много методик, которые помогают жить. Они там заложены. Вы столкнетесь с тем, что начав на нем программировать, вам можно будет с него не уходить. То есть есть шанс, что вам в жизни больше не придется учить другого СК программирования. Представляете, как здорово. Вот такой вам подарок. Почему? Потому что он универсальный. Он универсальный. Это значит, что на нем можно запрограммировать робота. Или там поведение спутника на орбите. На нем можно написать скрипт операционной системы. Какой-нибудь по управлению чем-нибудь. На нем можно написать графическое приложение оконное. На нем можно написать игрушку. На нем можно написать мобильное приложение. Сайт. На нем можно написать сайт. Вот назовите какую-нибудь область. На нем это можно написать. Третье. Это богатая стандартная библиотека. Богатая стандартная библиотека. Она реально богатая. Самый-самый-самый современный C++ в стандартной библиотеке не позволяет стандартным образом обратиться к сетевым вещам. То есть, к сетевой карточке, там открыть сокет. Все это зависит уже от сторонних библиотек, которые в разных операционных системах разные. Вот здесь мне придется сказать еще одно слово. Питоз кроссплатформенный. Кроссплатформенный. Мало того, что у вас есть много стандартного инструментария, который раз стандартный, значит он всегда есть. Так, питон запускается на реально любой операционной системе. Реально любой. Вплоть до андроида. На андроиде, на телефончике, есть такой интерпретатор, который называется купай. Это так, маленькая заметочка. У Python, ну вам нужно, естественно, если вы вдруг рискуете его поставить, купайкон 3. Вы можете себе представить, чтобы написать приложение для телефона, прямо на телефон. Не на компьютере, вот так вот. Прямо на телефон. Я не знаю, на каком языке это можно сделать, кроме питона. Вот купайкон 3 позволяет это сделать. И за эту кроссплатформенность, да, за все вот эти вот удобства, которые возникают, немножко приходится расплачивать. Чем? Он интерпретирует. Именно это дает ему такие интересные возможности, как, ну вот вы видели сегодня в практической работе, да, то, что можно сделать x в строках, да, тип строк. И тут же можно сказать x равно in от x. Что это значит? Поднимите руки, кто программировал. Опустите руки. Кто не программировал, поднимите руки. Никогда. Вот те, кто программировал, сейчас могут испытать некоторый стресс. Те, кто не программировал, нам будет все нормально. Итак, смотрите. В питоне нет присваивания. Это не присваивание. Это вот эта вот операция. Это связывание. Это связывание объекта и ссылки. x это ссылка. Ссылка не обладает типом. У самого x по себе, у самого по себе нет типа. Но когда я спрашиваю type x, то я наступаюсь не к ссылке самой по себе, а к объекту, который лежит по ссылке. То есть, правильно это изобразить, что x указывает на какой-то объект. То есть, жила-была строка 1, 2, 3. Я выполняю некоторое арифметическое вычисление. Как выполняется оператор присваивания? Который не присваивания. Ну, присваивания. Мы будем называть его присваивания. Как он выполняется? Очень просто. В начале вычисли выражение, которое стоит справа, ну, в соответствии с приоритетами арифметических операций. То есть, что, просто функция, да? Некоторая магическая функция, которая преобразует тип к индуку. Она берет порождение... В чем состоит вычисление? В порождении каких-то новых арифметических или арифметических объектов. Вот строк. Порождается вот этим вычислением самим по себе некий объект 1, 2, 3, как целое число, который лежит в памяти в другом месте. В другом месте. И после того, как он создан, он временный. Если ссылку на объект не сохранить, он исчезнет. Но ссылка благополучно сохраняется в ту же событию. Возникает интересный вопрос. Что происходит с вот этим магнитом? Памятки у компьютера не бесконечны. Может так можно долго, да? Один объект пройдет, второй объект. Это называется... Это классическая проблема языка C++ и C. Называется проблема memory leak. Утечка памяти. Когда у вас постепенно память загрязняется и загрязняется. Стас менеджер это все забавно выглядит. Но в Windows с этим часто не будет. По крайней мере, было. То есть у вас есть некоторое потребление памяти. Вот вы запустили программу. Программа при своем запуске окушала вот это количество памяти. Ну просто и нужен сегмент данных. Загрузить в память. То, что было в экзешнике, прямо загрузить в память. Потом она все берет и начинает у операционной системы дозапрашивать. Мне еще надо, еще надо. Операционная система дает, дает, дает. А она берет и ничего не освобождает. Собака рассеет. Она сам не пользуется, а другим не дает. Потому что операционная система не может просто так взять и отдать его ресурс. Правда, придумали хитрость. Операционная система умеет делать своппинг. Берет часть памяти, смотрит так. Вот этими страницами давно не пользовались. Дай-ка я их втихаря от программы. На жесткий диск упихает. И копирует это на жесткий диск. И память реально раздает другим программам, которые ей пользуются. А если программа, которой нужно, вдруг вспомнит, то операционная система говорит, сейчас, притормаживает выполнение, берет обратно, ищет, где в памяти есть свободное место. С жесткого диска обратно эти данные туда подгружает. И поскольку я вам рассказывал, что есть контроллер памяти и защищенном режиме работы процессора памяти все виртуальные, и процесс реально не знает, каким адресам оно соответствует. Как бы двойная бухгалтерия. Пиши во вторую ячейку, а реальная пишется в 155. Это соответствие, оно происходит мгновенно и не замечает процесс того, что подмена адресов памяти происходит. Ну и заодно защита, потому что программа не может попасть в чужую память, в принципе. Ну и в результате добиваются того, что памяти как бы больше. Причем так в разы может быть больше. Но это во многом просто из-за того, что программа не очень-то эффективно пользуется памятью. Иначе бы, может быть, не так много и нужно было этой самой виртуальной памяти. Но тем не менее, вещь полезная. В Linux этот раздел так и называется своп, если под Windows это виртуальный файлик с виртуальной памятью, то в Linux под сделок выделяется отдельный раздел жесткого диска, который так и называется своп. Если вы будете устанавливать в Linux, не забудьте, размер свопа должен быть примерно в два раза больше, чем размер оперативной памяти. То есть, если у вас 2 гигабайта, делайте 4. Если у вас 1 гигабайт, то же сделайте 4. Значит, процессы могут не пропускать. В общем, вот как бы это делалось. А что же в питоне-то? Ведь если в C++, кто C++ как-нибудь слышал? Или C? Ну, там, может быть, вы слышали такие операции, как malllock и free, или you delete. Ну, вот там есть такая штучка, как free. То есть, можно сказать, просто у нас системы мне больше не надо. Вот тебе адрес начала памяти, которую ты мне дала, мне больше не надо. И она освобождает. Вот у меня нет такого. Что происходит? В тот момент, когда на объект теряется последняя ссылка, приходит злобный сборщик мусора. Это как бы все время выполняющаяся программа, которая просматривает и подчищает объекты, на которые никто не ссылается. Понятно? Существует такая штука, как неизменяемый объект. Надо сказать, что в питоне все объект. Что с этим объектом мы еще поговорим с вами. В следующий раз практически работа будет про телепат, и вы узнаете, что это объект. Соответственно, даже число это объект. Вот число нельзя изменить. То есть можно вычислить новое число, то есть породить новое число и связать ссылку с новым объектом числа. А изменить то же самое число нельзя. В принципе, оно как в какой-то лодку вид. Со строками та же самая ситуация. Replace не меняет строки. Replace в Pascal реально берет и вот в той же самой строке в символы забивает информацию. Здесь нет. Так, проехали дальше. У питона есть две версии. Питон 2 и Питон 3. Питон 2 до сих пор активно используется. Но если еще 2-3 года назад мне нужно было говорить, что давайте учить Питон 3, потому что все-таки на перспективу, то с каждым годом говорить все становится легче, потому что уже практически все нестандартные библиотеки, которые только могут быть нужны, уже все переписаны под третий Питон, а третий Питон реально удобнее второго. Причем переход между вторым годом и третьим был достаточно жестким. Есть языки, в которых вообще языки двигают сообщества. каким бы не был чудесным язык программирования, если у него маленькое сообщество пользователей, его, ну в смысле программистов, то трудно на нем программировать. Вам трудно найти поддержку, книги, трудно библиотеки найти, которые вам нужны для каких-то специальных нужд, базой данных воспользоваться, ищет и думает, как же самому все писать. Хотя язык может быть очень удачным. У Питона большое сообщество. И сообщество ведет и развивает язык. Язык вообще-то, язык это средство коммуникации, язык программирования тоже во многом средство коммуникации, профессионалы. Ну вот, и в разных языках сообщества разные решения принимают. Не дай Бог вам работать с языком PHP. Он, я никогда с ним слабо, меня предупредили вовремя, сказали мне, работай, не ходи туда. Вот, он громоздился, то есть он был не объектно-ориентирован, только мы приклеили объектно-ориентированность, как-то кривовато. Еще, он вообще не универсальный. То есть там как-то утонул какой-то Франкенштейн, и самое главное, что его пытаются сделать совместимым со старыми версиями. Это делает дополнительный... Вот языком C++ та же история. Он все время пытается быть обратно совместимым, ну потому что огромное количество программ написано на C на C++. Если их все заставить сейчас срочно приписывать, то, конечно, трудно. Питон молодой, он, по-моему, 91-го года. И когда прошел этот переход, то сообщество сказало так, плюнем на совместимость. Ну, вплоть до того, что функция input, которую вы сегодня узнали, которая пользуется, она радикально разная. input в питоне 2 берет и то выражение, которое ему сюда дали, например, 5 плюс 3, вычисляет и возвращает его ответ вот сюда. а input считывает с клавиатуры, но возвращает сюда строчку. Понятно, да? То есть вообще про разное. Ну и вот этот input логичный. Кстати, я этого нигде не записал в практической работе. input можно написать в кавычках и введите x. Тогда это позволит в одной строке вам записать, он выдаст приглашение, введите x. Ну и вот так же вы видите. Ну, что как коротко удобно. Так. Теперь. Как учиться программировать? Ну, вы, может быть, там заметили, на сайте ниже этой таблички есть еще и три ссылочки. Вот одна из них это про питон. Почему питон? И одна из них по, собственно, методике. обучение, программирование. Программирование это навык. Вот как кушать ложкой. Вот есть люди, которые не умеют кушать, ну, не знаю, ладно, ложкой, вилкой и ножом. Да? Аккуратно кушать вилкой и ножом. Есть люди, которые не умеют этого делать. Как-то хватается, что-то начинает делать даже, да? Более того, может, даже не знает. Есть знание, есть умение, есть навыки. Хорошо знать. Но бывает трудно. Знаешь как, вроде, нож справа, там, вилка влево. Непонятно как. Есть умение, когда ты умеешь. То есть, ты в каком-то смысле собрался, сконцентрировался, все, и аккуратно кушаешь. Девушка на тебя смотрит, ты следишь за тем, как она смотрит на тебя, и ты с удороженной аккуратно кушаешь. Вроде получается. А есть навыки. Вот в каком-то смысле у дипломатов или у людей из высшего общества, которые поставили, или кого с детства хорошо научили, да? У него навык. То есть, он просто по-другому, ну вот, ха-ха-ха. И человек обретает действительно свободу, когда что-то становится для него навыком. Я бы хотел, может быть, даже не сделать из вас великих программистов, но добиться того, чтобы у вас был навык программирования. Что если вам нужно решить какую-то задачу, которая реально, ну не решается на бумажке, а решается методами программирования, что вот взяли и решили. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, особенно у девушек в новом факультете, будьте союзниками. Пробиваемся на мелких задачках, на крупных задачках. Параллельно будут и мелкие, и крупные. Посмотрите, там задачный проектный подход. Мы стараемся реализовывать. Учимся. Значит, дальше. Есть те, кто хотят вперед. Я вас призываю, идите вперед. Язык питон красив, глубок и огромен. В этом годовом курсе информатики я не раскрываю красоту языка питона. Не раскрываю. Я дойду до каких-то вещей, но я практически, я не помню, там вообще, по-моему, у меня не звучит нигде. Декораторы. Что-то у меня про генераторы будет, но так. Про проектирование практически не будет. Я запросил в библиотеку несколько хороших книжек. Вот есть та, которую вы должны все взять. Вот такая, которую я надеюсь, вы все возьмете. У нас специально для вас было закуплено, чтобы у вас не было сомнений. Вы не говорили, что вы не знали. Вот она. Это Mark Lutz, Python, карманный справочник. Взяли все? Вот одна группа не в курсе была и не сказали. Пожалуйста, возьмите в библиотеке вот эту книжечку. Она достаточно легкая, чтобы ее носить. Это реально справочник по языку, в котором как раз все тонкости, сложности, там как, что делается, есть. И элементы стандартной библиотеки тоже. Есть хорошие курсы и хорошие всякие места, где можно учиться программировать. Учитесь. Я вам скажу, например, был хороший курс по Python на сайте степи.корг. Сейчас вообще время о курсах. Массовых онлайн курсов. И по Python их много. На западе он является популярным языком программирования, в отличие пока от России. И поскольку молл курсов основном оттуда качают, то он есть. И на русском уже есть хорошие тоже курсы. Все расистировано. Так что можно проходить. Есть игровой сайт check.io.org, в котором в очень красивой игровой форме даются задачки, по сути, как в e-judge системе. То есть вам тоже на выходных и выходных данных тестируется ваша задачка. Ну просто красиво решать. Очень привлекательно все сделано. Роботы нарисованы, там всякие человечки. Забавно. Дальше. Зайдите, даже если вы не будете решать, посмотрите на эту штучку. Есть такая штука, которая помогает начинающим понимать, как Python вообще переваривает код. То есть некоторая отлавка с визуализацией. Сайт этот называется PythonTutor.com. Ну и наши уважаемые коллеги сделали сайт .ru, классифицированный. Он там может не во всем полноценно это дело заменяет, но он на русском и легче воспринимается, если вы плохо знаете английский. Английский учите, пожалуйста. Он вам очень пригодится. И в научной, и в работе, и в обучении, и в практике программировании. Вот, кстати, тем, кто реально круто шарил, интересуется, заказал книжки, во-первых, Соммерфилда по Python, толстенькая, раз. И вторая, Соммерфилд называется Python на практике. Python на практике. Она не толстая, но там вопросы проектирования приложений. Всякие фабрики классов и так далее, как это дело на Python и программировании. Их немного, несколько штучек. Они не нужны большинству из вас, категорически не нужны. Это вот я говорю для нуждающихся. Не бойтесь идти вперед, углубляйтесь. А, есть еще одна интересная книжка, я сейчас не дам ссылку. Она называется «Dive into the pipe». Мне особенно нравится слово «into». Погружение питона. Это книжка, в которой каждая глава выглядит так. Вначале показывается какой-то классный такой приемчик. Хопа! А потом, собственно, подробнее рассказывается, как это произошло. Ее интересно с этим читать. Если она так шокирована вначале, а потом слушает, а да, вот так это оказывается работает. Она частично переведена на русский в wiki-books, по-моему. Ну, если вы погружение в питон, по-моему, Марк Пилгрим. Марк Пилгрим. Я буду в курсе ориентироваться на середичков. Мы, естественно, постараемся какие-то практически работы давать для продвинутых, отвечать на вопросы. Но наизуально всех вас как-то подтянуть. И, я уже говорил, мы занимаемся алгоритмами, а не языком. Итак, давайте про динамическую, так называемую динамическую типизацию мы с вами сказали. Я только не сказал, что это называется динамическая типизация. То есть, тип объекта строго определен, типизация строгая, но динамическая. То есть, он онлайн. То есть, прямо в процессе выполнения у какой-то ссылки появляется тип. Но мы эти ссылки будем по-прежнему называть переменными, но уж очень привычные. Хотя вы должны понимать, что это все-таки ссылка. Вот потом, когда будет изменяемый объект, я смогу вам показать некоторые тонкости динамической типизации. Теперь давайте с вещей для тех, кто никогда не программирует. Я стираю ресурсы. Итак, как поменять две переменные значения? Обмен двух переменных значений. Казалось бы, это совсем тримяерная задача. Ну, допустим, у меня в х лежит троечка, в игреке лежит семерочка. Что мне нужно? Чтобы в х лежала семерочка, в игреке троечка. Но я не могу пользоваться числами. Я должен как-то их... Ну, допустим, они введены с клавиатуры. Нельзя вот так вот записать. Раз и наоборот. Ну что, я возьму и запишу. Х равно игрек. Игрек равно х. Я молодец? Нет. Почему? Потому что х, более-менее, одно и то же значение. Потому что первое же действие убивает у меня тройку. Убиваю у меня тройку. Я теряю на нее ссылку, тут же сборщик мусора. Значит, так нельзя делать. Так. Но наоборот тоже не поможет. Если наоборот перестал. Да? Есть такая аналогия, очень простая. Можно поменять два стакана с молоком и с водой через третий пустой стакан. Выливаем молоко, выливаем воду, выливаем молоко. Соответственно, возникает такая последовательность действий. В начале освобождаем в некоторую переменную, я назову ее, темп, от слова temporary временной. Допустим, неважно сказать, с чего начать. Важно это продолжить. Допустим, из х. Значит, то, что было в х, сейчас сохранено, спасено. И значит, можно перезаписывать х к содержимому грека. И после этого теперь старое значение у отправилось в х. И смело можно в у класть то, что было спасено из х. Это классический обмен переменных через третью. Если начать с у, а здесь х написать, тоже работает. Главное не переставить, не ставить, как эти две строки. Или там вот это не переставить, не ставить. Потому что это сведется к присваивателю. Вот. Вот так вот делается обмен переменных значений через одну переменную. Однако, можно не жалеть память. А, две переменные. Два стакана. Вот два стакана. У меня есть два пустых стакана. Я выливаю эти два пустых стакана. И выливаю вот это. Да? То есть у меня есть x, y. Ну, я не буду переписывать. Я беру в а отправляю x. В b отправляю y. Соответственно, в x отправляю b. В y отправляю в а. Я молодец. Ну, в принципе, на одно действие больше. Прямо скажем, это не асимптатическая разница. Асимптатическая разница, это если на n операция один алгоритм дает n, а другой n квадрат. Тогда, естественно, там сто десять тысяч, да, тысяча миллион. Там начинается разница. А тут три или четыре присваивания, ну и одна ячейка памяти дополнительная или две. Можно, почему нет. Можно так делать. Но питон особенно красив. Потому что в питоне существует такая забавная штука, как кортеж переменных. Что такое кортеж? Это пачка. То есть как некоторые типы могут порождаться в питоне прямо во время вычислений, и так вот может появиться кортеж во время вычислений. Если записать через запятую несколько значений, ну не в смысле функцию, через запятую передавать, а вот просто через запятую и взять в скобки, да, в принципе, даже и в скобки брать не обязательно. Это уже кортеж. То есть один запятая два, не точка, аристичная, да, один запятая два, это кортеж из двух чисел. Парочка. Можно третье число писать. Но самое-то классное, не то, что в принципе, ну вообще кортеж придет такими глобискобками оборачивать, чтобы уж совсем точно сказать, что это кортеж. А самое-то забавное, то, что можно присваивать кортежу переменных кортеж в значении. То есть у меня единичка пошла в х, двоечка в у, троечка в з. Причем перед тем, как туда отправиться, кортеж вычислился. Что это значит? Когда я пишу простейшее выражение типа а равно х. на самом деле, вот в этот момент, до того, как произошло присваивание и появилась переменная а, ссылка а, у меня х вычислился, то есть у меня появилось отдельное значение, независимое от ссылки. Ссылка хранится в времени сейчас на это значение. То есть у меня, если здесь, я сейчас про что-то пишу, х, у равно у, х. Питанисты меняют две переменные вот так. Согласитесь, что это красиво и понятно, правда? Красиво, понятно, и никакой асимпатической проблемы в этом нет. Это не плохо, это хорошо. Это реально легидрилити, да, и две строки экономим. Но еще интереснее. Циклический сдвиг в трех переменных. То есть можно сделать еще и вот так. Ну или, например, мы будем, а, ну это чуть позже будет, алгоритм поиска там максимального, одновременного поиска, например, трех максимумов, вы увидите, как красиво там в питоне можно вот эти, вот эти присваиваемые кортежи сразу раз и уладить. Или числа фибоначи, как вычислять, здорово, тоже будем делать. Но пока вот осознайте вот этот момент, вы понимаете, что удобно присваивать значения вот в тату. Но это, кстати, не отменяет того, что можно было и в языке C присваивание трамвайным равенствам. Вот так тоже можно. Ну это просто как бы нолик и туда, и туда, и туда, и туда, везде доник. В C так тоже можно, в C так тоже можно, да. В питоне это тоже можно, но вот этого вот такого нет. Ну, можно, когда говорят про обмен двух переменных значений, можно поприкалываться, рассказать пару алгоритмов через сложение. Да, и есть еще убойный через XOR, но он работает только для целых чисел, и я не буду трогать. Арифметические операции. Вы их сегодня видели. Я только хочу убедить, что вы осознали математичность питона. В чем она состоит? В том, что он противоречит архитектуре процессоров Intel в пользу математики. Так сложилось, что фирма Intel решила, что операция целочисленного отделения ДИМ для отрицательных чисел должна действовать вот так. минус 17, я напишу по-паскалевски, ДИМ 10, в паскале так и работает. Должно с чему равняться? Минус 1. Вы уверены, что тоже так должно быть, да? Сейчас я буду переубеждать вас. Соответственно, если я минус 17 поделил на 10, получилось минус 1. Это значит, что минус 1, домноженный на 10, плюс некий остаток, должен дать мне минус 17. Логично? Значит, остаток равен чему? Минус 7. Вот математика по-паскалевски. Остаток при делении на положительное число должен быть положительным. Более того, даже в самом слове мозг, который используется в паскале, содержится математическое значение, смысл математический. Число по модулю. Математики говорят так. Кольцо вычетов. Они называют эту штуку. Кольцо вычетов. Кольцо это некоторый подвид алгебр, в которых выполняется некоторое утверждение. Но смысл в том, что у вас числа целые циклические вот так вот идут. 0, 10, 23. Я сейчас специально делю на 10, потому что как-то четче, легче восприниму числа. Минус 10, минус 20. И как бы представьте себе такой тароидальный игрок. Вы, наверное, когда тут играли, что ты право улетаешь, слева прилетаешь. Но еще иногда бывает тароид, что вверх улетает, что если пролетает, что это тароидальная топология. Не шарик, а тор. Но если чисто как у полоски, то уходишь вот сюда, приходишь оттуда. И кольцо это начинается от нуля. И вот для случая 10 заканчивается 9. Соответственно, для всех чисел там старших, оно продолжается. 11, 10 имеет 0. Остаток 11, 1 и так далее. Почему для этих чисел все должно вот так вот развернуться, еще и отрицательные числа пойти? То есть там та же самая ситуация. Здесь у минус 10 должно быть остаток в поделении на 10, 0. У минус 9, по математике дискретно, в соответствии с идеей кольца вычета, если мы хотим, чтобы математические свойства этого кольца выполнялись, то почему нельзя расширить отрицательные? Можно, но тогда нужно, чтобы у минус 9 был остаток при делении на минус, на 10 на крючке, 1. Давайте из этого исходить. Так что остаток у минус 17, я сразу напишу процент, по-питоновски, остаток при делении на 10 должен быть равен числу от 0 до 9, но в данном случае 3. в этом случае, опять, никто не отменял базовых свойств деления, да, то есть если это остаток, то нацело делить надо тогда по-другому. Тогда что получается? Что у меня частное, неизвестное мне, умноженное на 10 плюс остаток, да, 3 должен дать мне минус 17. Логично? Получается, что x равен чему? Минус 17 минус 3, да, разделить на 10. Итого? Минус 2. Плюсы от математичных кипитонов вы осознаете при решении задачки из контроля работы, под названием МКАД. Если она решается на Си, то она решается с условным оператором. Если она на питоне, то там солчисленное деление и вперед. Напоминаю про контрольную. Контрольную у вас есть возможность делать только в течение одной недели. К вечеру понедельника, в ночь с понедельника на вторник, она закрывается и закрывается насовсем. Если вы вдруг заболеете, не забывайте решать контрольную. Понятно? Можно откуда угодно, доступно, удаленно, но обязательно решайте. Итак, поехали дальше. хорошо, конечно, писать программу, вычислять выражения математические, больше, что в питоне хорошо, с длинной арифметикой, как калькулятор пользуясь, да? Но все-таки было бы интересно пользоваться циклами, сделать какие-то длинные вычисления, итеративные, пользоваться методом итерации, ну и всякие регулянтные последовательности вычисления. для этого нужен цикл. Базовым циклом, из которого можно сделать все, является цикл с предусловием. Цикл с предусловием во всех языках, которые мне известно, называется цикл улайн. Пока. Пытаемся без стадиона в дым. Я шел, шел, шел по дорожке, это было линейное исполнение, подбежал к стадиону, и дальше я спрашиваю, пока светло и тепло, бежать. То есть пока светло, и то есть солнышко, пока солнышко, двоеточие является синтаксическим, необходимым, чтобы отделить, закончить, чтобы дальше тело цикла пошло, и здесь сдвинутая на некоторое количество пробелов, я сразу скажу, на 4 пробела, не на табуляции, не на 2, не на 3, не на 5, на 4 пробела. Давайте просто правило будет и все. Почему? Потому что первое путь. Почему? Из стандартной оболочки, 4 пробела есть. И дальше действия, которые происходят в производстве цикла. Пробежать первую половину круга, вторую половину круга, третью, и убежать в первую часть, убежать в вторую часть, все, я тебе в тридцать, убежать в третью часть. Ну и доколе это будет все происходить? Ну, когда в какой-то момент не пойдет дождь, я прибегаю на начало цикла, солнышко, солнышко, бегу, солнышко, бегу, дождик, о, дождик, все, пошли дальше. И пошли выполнять те инструкции, которые находятся ниже, ведь это не конец программы, ниже, ниже, ниже лежащей команды. прелесть питона, потому что вы обязаны делать отступы, не сможете плохо форматировать код. И еще, не нужен begin, end, даже фигурные скобочки не нужны, код компактный получается, и визуально разреженный, и в то же время компактный. Понятно, но вы не перепутаете, что в цикле, что за циклом сразу. Соответственно, когда закончили, условие оказалось сложным, я сразу попадаю сюда и побежал дальше линейным исполнением, как обычно. А если дождик пошел в середину? То есть, я побежал первую часть, бегу в вторую часть дождя, а тут солнышко вышло. Я вот заканчивал, а вот пока я бежал в последнюю часть, вдруг внезапно солнышко вышло. Я подбегаю к началу, проверяю условия, пока солнышко, побежали. Сразу дождь пошел, я бегу под дождем, подбегаю, проверяю, солнышко, побежали. То есть, проверка условия происходит в один единственный момент. при входе в, запомните термин, тело цикла. Инструкции, которые находятся вот тут и собираются повторяться, называются тело цикла. Тело цикла. А это называется заголовок. Логично. Голова сверху, тело цикла. А однократное выполнение этого тела называется итерация. Соответственно, можно говорить на первой итерации, на вторую итерацию, на третью, на каком очередном повторении. И после пяти итераций цикл закончен. Терминологию ввели, все понятно. Вопрос вот какой. А если я все-таки хочу совершить насилие над этим циклом и по некоторым форс-мажорным обстоятельствам телепортироваться отсюда, сразу, все, заболел, кашля, ухожу со стадиона прямо в середине. Можно это делать? Ответ, да. Для этого существует специальная инструкция. это инструкции, их две таких, инструкции управления циклом. Управление циклом. Одна из них называется брейк. И опять, она стандартная, и в Pascal она работала, и в C работает она, и в других языках работает. И в питоне она работает. Ну, естественно, если я ее вставлю просто так, то на первой же ситуации вот это вот уже бессмысленно. Я сразу, и цикл не будет, можно было не писать условия, просто сделать действие и сразу нижележащие все. Цикла не будет. Брейк должен по логике вещей быть условным. Иногда срабатывает по обстоятельствам. То есть, реально должно быть условие. Как пишется условие? Очень просто. если я предполагаю, что перед этим есть какие-то действия, потому что иначе условия сразу в самом начале операции смысла не иметь. Можно было бы тогда писать это в само условие цикла. То есть, где-то в середине. Если корс-мажор пишут дефис по-русски. Ну, естественно, я понимаю, что я пишу, это не арифметические выражения, да, это какие-то... Хотя, надо сказать, что язык Питон поддерживает юникод в том смысле, что он не только поддерживает его как содержимое строк, а в том числе и как идентификатор перемен. То есть, вы можете назвать переменную переменную. Только учтите, что китайцы такое же право имеют назвать китайским иероглифом. У меня не год есть китайский иероглиф. Корейц-корейский, армянин, армянский, древний ламфавит. Я видел программу на армянском языке. Жалкое зрелище. Поэтому вы осторожнее, не все люди в мире русскоговорящие, а свободные проекты, а я надеюсь, что будете программистами, которые будут писать свободный программный год, будете делиться своим результатом трудов с миром. Очень много копирайт создает проблем, когда коллеги потом продали, что называется, свои права за деньги и не могут поделиться с другими коллегами. Ну, ты как-то в издательство обратишься. Самый тряси этого вопроса. Вот. Значит, ИФ форс-мажор брейн. Ну, ИФ пояснять сложно, он достаточно тривиальный. Если это, то брейн. Но я все равно все-таки ИФ сейчас поясню. Есть что пояснить. Так. Вторая инструкция управления циклом. если все понятно. Да, я чтобы сказать, что форс-минус-мажор могло быть две переменные, форс и мажор, которые вычитаются. Правда, непонятно, как это анализировать логически, допустим, числовое значение, какое логическое значение оно имеет. Но про это можно почитать в линии погружения в биле. Итак, если все понятно, на самом деле так же, как Си. Все кроме нуля это правда, ноль это ложь. Числа имеют логический смысл. И строки тоже. Если все понятно, ну допустим, я не выхожу из цикла, но ситуация кристаллина ясна, и эту итерацию можно больше не бежать. Можно дальше не выполнять инструкции тела цикла, потому что уже кривиальный, все нормально. Можно следующий приступать. Ну, как бюрократ, представьте себе, у него лежит стопка документов. Он берет первого, просматривает и решает его вопрос. Выдает паспорт, завизировал, писал, берет следующую анкетку, смотрит, а там какой-нибудь квитанция неоплачена. Ну, все понятно, это надо сразу возвращать. И можно вообще не читать дальше. То есть, в эти ситуации, это очень часто, когда прямо в самом начале цикла вайл, в самом же начале происходит разбор каких-то ситуаций. А не является ли какая-то решаемая ситуация тривиальной, не надо ли случайно вообще на следующий просто пропустить это число и поехать дальше. соответственно, если все понятно, то континюр. Что значит континюр? Это продолжить с начала. То есть, это телепортация на условия входа в цикл. не на первый оператор вот здесь, а на условия входа. То есть, он проверит еще разочек, солнышко вообще-то сейчас или не солнышко. Все. Существует такой цикл в паскале, называется репит антил. потому что он реально не нужен. Чем репит антил отличается от вайла? Он это как спортсмен, который пока не репит антил прям хорошо означает пока не пока не устал например, бегать пока не устал. Именно бегать пока не устал. Он почему такой цикл в принципе там имел право на существование? Потому что есть условия которые можно проверить только по выполнению однократного действия. То есть, ввести число пока не ноль. Но решается очень просто. Не экономим текст. Берем тело цикла переписываем один раз над вайлом. И вот оно выполнится один раз безусловно, а потом проверится надо ли продолжать. Поэтому его нету забываем и в реальной жизни в реальных проектов лепит на тело практически не раз вайпс. Есть у питона еще одна забавная особенность. Представляете себе вот такую ситуацию. Ну, допустим, я беру и начальное число х равно импут. Дальше я говорю, пока х меньше тысячи, ну и ста, пока х меньше ста, делать следующую операцию. с плюс равно х увеличивать с на х, ну и я какую-то прогрессию считаю, сумму этапической прогрессии. Так? И при этом увеличиваю каждый раз х на 5. Но в то же время я осознал, что если вдруг у меня х делится на 7, то эта ситуация критическая и пора заканчивать. Просто вообще заканчивать считать сумму, последняя слагаемая делилась на 7, все. Я говорю, if у меня х процент 7, остаток при делении на 7 равно-равно, кстати, для того, чтобы отличать присваивание и сравнение, в питоне пишется равно-равно, как и в 7. Это достаточно общеприняшия, в отличие от двоеточия равно паскалевского для присваивания и равно для сравнения. Обычно как раз сравнение через равно-равно. Если остаток числа поделений на 7 оказался равен 0, то есть, короче говоря, число поделилось на целом, в этом случае выйти из цикла. Ну и у меня вот здесь вот, собственно, надо распечатать с, 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 с. Теперь внимание. Есть ли у меня возможность каким-то простым образом определить после выполнения цикла? Вот сюда я попал вот сюда на эти следующие инструкции из-за брейка или нормальным образом цикл завершился? То есть, это был экстренный выход стоп по тормозам или это было нормальное завершение, в котором условие в какой-то момент оказалось ложным. условия входа в цикл. В языках программирования C, например, C++, этой возможности нет. Не предусмотрено. Можно создать дополнительную переменную, в которую я перед тем, как резко дернуть на стоп-кран, буду говорить, дергать, дернул на стоп-кран равно true. Какую флаговую переменную, в которую я сохраню информацию о том, каким образом я вышел из цикла, потому что это выражение форс-мажор. А перед циклом написать дернул на стоп-кран равно false. А в питоне есть возможность написать else к циклу while. Прямо к while сюда пишется инструкция иначе. Иначе, двоеточие, ну и действие, которое будет вот здесь, вот, это действие, которое возникает только при нормальном завершении цикла. как запомнил, легко, иначе идет к условию, а break это выход из конструкции цикла совсем, а else вместе с вот этим действием, ну допустим, я там печатаю еще с самого x, а в этом случае я печатаю только сумму, если нормальное завершение, то только сумма, а если делилось на 7 последнее, то еще и само слагаемо. Как это так? А? Отступ тоже может быть. Отступ обязательно, да, я его специально нарисовал, да, отступ тоже обязательно должен быть, потому что здесь, опять же, это иначе, как бы, вложенный, там же не одновременно много инструкций. А у вас а break получается как бы совсем вне конструкции выбрасывает. У вас else в цикл вложен? Else не вложен в цикл. Else это часть конструкции цикла, он на уровне while и относится к нему, это его конструкция. Надо сказать, что конечно же у условного оператора if тоже есть альтернатива else, то есть как у нормальных операторов if во всех языках у него можно действовать если правда я так и напишу двойточие то соответственно сделать а else двойточие здесь не надо писать некоторые пишут их x больше нуля принт положительное else x меньше либо равно нуля не надо иначе срабатывают автоматически условия нужно вычислить один раз либо истинное либо ложное мы живем в греческой древнегреческой логике где логические утверждения либо истинное либо ложное третье не дадут да еще раз конечно да после if тоже четыре правила да тоже каждый раз когда вы встречаете двойточие в конце строки это значит что на следующая строка с отступом если вам вдруг в if нужна нужна только альтернатива то есть вам надо сделать b если соответственно как бы нет вам вот это не надо я вам скажу так в этом случае лучше условия просто вывернуть наизнанку и тогда вам просто else будет не нужна но если уж вы хотите сделать если правда то сделать ничего то вы не имеете права сразу написать else вам надо написать некую строчку с отступом и ради этого существует специальная инструкция ради таких ситуаций не только и п то есть как бы пропустить ничего это это то же самое примерно что но некая синтаксическая конструкция которая ничего не делает но является корректной синтаксической конструкции именно для того чтобы там где нужно что-то написать с отступом ее вписать но вообще конечно это вот так если правда то сделать а иначе сделать б то есть мы все возможные ситуации вот этим условием которые мы здесь стоим это условие является вполне себе арифметическим выражением арифметикологическим которое имеет логическое значение итоговое один раз вычисли верить либо то либо одну да а вот если мы в эту конструкцию на вход подадим скажем 115 тогда он что вот за вами не не вот это он не войдет в цикл он пойдет в else вот сюда и все разу то есть просто 115 намечает да 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 то есть он будет корректно уходить вот сюда похоже даже на их будет немножко если оно не верно в принципе то он туда попадает в других языках есть такое else квайло не встречал можно а если смотрите у нас включается цикл то есть если он завершается нормально то у нас включается печатается и x и s а а я так сделал а как это сделать чтобы вот это не было чтобы было либо-либо да либо-либо а это интересная ситуация когда нам нужно на основе какого-то большого потока чисел например проанализировать вытащить оттуда по сути бинарную информацию было или не было то есть последовательность например упорядочена по возрастанию или нарушена упорядочена по возрасту да это бинарная информация которую тут надо вытащить это делается логическими флаговыми переменами сейчас мы не можем на этом заостриться эта тема следующая не логично дожди я боюсь что сейчас у нас уже звонок выгонит сколько у нас осталось сколько осталось да осталось очень много итак нам надо еще успеть осознать вложенные циклы и классические действия с циклом while как нам пробегать некоторый набор значений итак попробуем генерировать некоторые последовательности итак я сейчас напишу классический цикл while который генерирует последовательность арифметическую прогрессию от нуля до n не включая его всего n членов от нуля до n не включая его где само n требуемое вне придется вкладе от нуля для того чтобы отслеживать где я сейчас нахожусь мне понадобится некоторая переменная я ее назову счетчик или итератор я этой переменной положу в начале заключения 0 далее я буду делать так я спрашиваю пока итератор меньше n пока итератор меньше n это значит что значение подходящее то есть как раз когда он равен n будет это уже не подходящее я делаю диапазон вот такой от нуля это генератор 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 в кавычках потому что генератор это за резервированным словом для бетона он что про другие вещи означает но генератор чисел от нуля до n-1 ну или математически от нуля до n не плечит целое число итак что я делаю я печатаю это число раз оно подходящее и положит i плюс равно 1 плюс равно это очень стандартная операция быстро привыкнете если уже не привыкли это значит присвоить i плюс 1 ну или получается как бы увеличить на 1 операции плюс плюс как в си нету но стоит вполне адекватно замену и плюс равно в книге Александра Шейня программирование теоремой задачи в моменте введения циклов вайл сразу произносится понятие инварианта цикла инвариант цикла это некоторое утверждение которое справедливо в течение всего выполнения цикла ну то есть оно скажем так где-то в серединке может нарушаться ну пока временная перестановочка но это не считается то есть в момент вхождения в тело цикла инвариант уже соблюдается на момент до его начала он уже соблюдается в момент когда цикл закончился он тоже соблюдается у меня в данном случае инвариант этого цикла я пишу это логическое утверждение которое помогает понимать что точно происходит на что можно опираться в течение цикла я не буду активно пользоваться этой терминологией но он делает интересное замечание особенно нереприятная генерация всех перестановок чисел от 1 до 1 это убойная что не видели и он-то вот как раз через этот итак я комментарий ну я должен сюда прибить влево я как бы его прибил влево комментарий что является давайте ладно я справа напишу вот справа у меня распечатаны все числа все числа до и не включительно то есть от нуля от нуля до и не включительно ну понятно что интервал от нуля до нуля не включительно не содержит ни одного числа поэтому собственно как раз к моменту начала цикла это правда на следующей итерации у меня как раз и печатается число 0 и смещается на единичку то есть от нуля до единицы как раз все целые числа распечатаны то есть 0 распечатаны правда в момент окончания цикла у меня что инвариант цикла по прежнему соблюден только и при этом достигла n значит я последовательно распечатал все числа от нуля до n не включительно правда то есть я вам сейчас используя этот инвариант логический доказал что алгоритм собственно делает то что это и так правда очевидно в сложных ситуациях это иногда дает математическую точность алгоритм я этим не буду активно пользоваться хотелось произнести это так теперь дальше вложенный цикл вайл допустим я хочу сгенерировать последовательность времен для каждого часа распечатать какой-то набор минут 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 то есть с 5 до 12 часов печатать все печатать все значит такие показания часов когда минута показывает 10 все показания часов до минуты равны равны 10, 20, 30, 40, 50, 0, 0, не считай. Итак, я заведу переменную our, которую положу в начале 5. Поскольку 12 должно быть достигнуто, я должен меньше либо равно написать. Ну, либо меньше 13, можно так сделать, либо меньше либо равно 12. Тоже можно так сделать. Пока our меньше либо равно 12 пишется вот так, двоидочек их для каждого такого часа мне надо напечатать. 5, 10, 5, 20, 5, 20 и так далее. То есть для вот этого действия мне требуется написать то же циклическое действие, чем писать каждый раз вот 5 действий, да, подряд. я напишу цикл, в котором я скажу минус равно 10 в начальной значении, 50 окончательное, значит дальше я говорю, пока минус меньше либо равно 10 двоиточек. и в обложенном цикле я распечатываю power, запятая минус запятая сеп равно как двоиточие. так, и после этого я что должен увеличить это количество минут минус равно 10. Переходим на следующие минуты. По окончании вложенного цикла для того, чтобы не зациклиться на часах я говорю, что это делает hour минус равно 1. Тут я каждый час буду. Вот эта штуковина называется вложенный цикл. Надо сказать, что брейка, который выбрасывает сразу из вложенного цикла наружу нет. Если вам вдруг надо аварийно делать брейк из вложенных циклов, то это делать сложнее. Это действительно уже либо логическими переменами, либо есть там такая штука, что вы это погружаете в функцию и return из функции. Итак, я показал, что такое цикл while, что такое вложенные циклы, примерно как этим пользоваться, чтобы получалось что-то разумное. Теперь можно? Да, можно. А если вот мне переменная аура больше нигде не нужна, кроме как цикле, я ее могу внутри цикла? В данном случае нет. В данном случае. Ну да, потому что она к условию цикла уже должна существовать, поэтому она вынуждена уже быть. Нет такой возможности, как, скажем, язык ЕСи плюс плюс. Взять фигурные скобки, чтобы она грохнула сразу после этого. Да. Для того, чтобы управлять пространствами имен, в питоне существуют функции, они вполне логичны. Если вы выполняете какую-то конкретную узкую задачу, то переменная должна существовать в время существования функции. В питоне дополнительно переменная появляется в момент, когда ей присваиваются значения. Отсутствует неинициализированная переменная как факт. Переменная всегда инициализирована, иначе ее просто нет. Кстати, это забавно с массивом. А как вот массив объявить, не выдав значения? Это будет потом осуждено. Сейчас быстро с вами занимаемся функцией. Итак, функцией. Я успею сказать очень коротко. Что такое функция? Слово функция немножко может вас обманывать. Слово процедура может быть даже яснее. А лучше сказать подзадача. Самрутина. Некоторая подпрограмма. Подпрограмма. То есть некоторый черный ящик, к которому мы загружаем некоторый набор данных, от которого ждем результат. Скажите, пожалуйста, чего можно ждать от такой функции? Чего угодно. Чего угодно. Правда? а если эта функция называется так числа у нее появился содержательное название. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. я подозреваю, что она возвращает большее из двух чисел, соответственно, ей мы даем два числа, она возвращает одно из значений, которое больше. Не экономьте на названиях функций. Вы их делаете для чего? Чтобы сократить количество кода. Не надо сокращая количество кода, или упорядочить код, чтобы он лучше читался. Так зачем называть ее буквой или еще как-нибудь F5G? Функция должна отражать свою суть. Я мог бы вот здесь поиздеваться над вами и вместо hour и минут написать здесь x, y. Не, программы текста меньше, наверное, легче воспринимать. Да? Так? Ну, кто-нибудь заметил? Да. Заметили? Ну, я слишком долго волновался, там, переставлял, но заметно, я не сразу решил это сделать. Я поменял не сами, здесь ошибка. Наверное, многие не заметили. Кое-кто заметил, а многие не заметили. Когда вы пытаетесь сэкономить время на названиях переменных, они потом сэкономят на вас. И вы будете тратить сэкономить. Опять же, если бы это не был горький опыт, в том числе и мой личный, я бы мог сказать, да ладно, обойдется. А реально вы потом будете сидеть сутками, срочно пора сдавать проект, у вас где-то ошибка. И вы сидите, ковыряете, потом находите и не знаете, как вам не выразиться нецензурно. Понимаете? Поэтому порождайте читаемый код. Переменные должны называться max even value from the market. Это называется camel style. Это нормально. Если он реально является максимально четным значением с рынка, то это нормально. Но можно через подчеркивание. Если у вас бывают там нечетные и так далее, называть ее x это значит просто умолчать. Obscure коды. Обскурантизм. Сделать код непонятный. Не делайте это. Пожалуйста. И функции называйте понятными. Одна секундочка. Синтаксис функции. Функции на питоне пишутся классно. Вот я эту функцию и напишу. Это ее заголовок. Тип параметров не указывается. Не надо указывать. потому потому что это интерпретируемый язык. В нем динамическая типизация. Какой тип туда засунете с тем она и будет интерпретироваться. Если вдруг с этим типом ее не получится интерпретировать будет ошибка интерпретации. Но это все-таки дает уникальную возможность. Потому что если вы допишите функцию max в которой ну например if a больше b двоеточие return a return b скажите я не забыл? забыли не забыли кто считает что я не забыл есть такие да есть несколько людей которые так читают я не забыл это можно написать но не обязательно дело что инструкция return прерывает выполнение функции она говорит все вычислено значение уже получится вот вычислить это выражение как только будет результат все вернуть в место где эту функцию вызывали то есть тут возвращение возвращение там где вы ее вызывали все поэтому если return то если случился этот if то послед выполнение нижележащих инструкций уже не будет потому что return понятно то есть он исключается по возможности если return получился значит все уже ушли если он не случился то как раз уже else значит собственно if и не сработает поэтому такую инструкцию в таком виде используют и это немножко сокращает время чуть-чуть нужно к этому привык неудобно пишите else ребенок 5 прав пожалуйста можно функции на питоне не обязаны возвращать значение а еще забавно что иногда функция может возвращать один тип а иногда не возвращать с такими функциями сложно работать поэтому лучше как обычно как обычный то есть если уж она возвращает то она всегда его и возвращает да еще раз можно можно функции как аргумент другим функциям да ну об этом не сейчас функции являются объектами 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 первого рода да функции в питоне сколько значений может возвращаться а это классно кстати да функция в питоне может возвращать коттедж то есть можно функцию написать типа такой своп как раз для переменной значения которая делает ретерк у запятая x то есть если вам надо вернуть несколько значений пожалуйста это кстати классно то есть сама возможность возвращать несколько значений она много откуда вы знаете что такое может быть нет просто я знаю что если все плюс с этим нужно какие-то маневры делать это жесть там через указатели или создавать специальный тип структуры данных целая песня так на этом мы на сегодня заканчиваем спасибо вам большое спасибо спасибо Аплодисменты 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 Делайте кушану Мы подогласим к камеру И он в питоне В север Нет, в север Аплодисменты Есть такая специальная Это из рукава Нет, нет, нет Аплодисменты